Здравствуйте друзья. Наверняка многие из вас знают, а некоторые используют в своей системе умного дома SLS шлюз. Он предназначен для управления ZigBee устройствами, причем без привязки к конкретному производителю, то есть может объединять в одну сеть например гаджеты Acara, Tuya Smart, TV Link и т.д. Основой SLS шлюза являются два контроллера. ZigBee, и ESP32. Первый обеспечивает связь с ZigBee устройствами и является координатором, то есть главным узлом сети. Второй связывает шлюз с Wi-Fi сетью и содержит на борту всю программную часть, от веб-интерфейса до конвертеров для конкретных моделей устройств и сценарного движка. Для того чтобы контроллеры делали то что от них требуется, в них должен быть установлен соответствующий софт который называют прошивкой. Процесс прошивки ESP32 модуля SLS шлюза, очень прост, прямо через веб-интерфейс, после анонса в канале поддержки, ссылка в описании. А вот прошивка ZigBee модуля задача более сложная. Хотя его и не надо обновлять так часто как ESP32, я бы вообще советовал без крайней необходимости этого не делать, но рано или поздно придется с этим столкнуться. В этом видео я покажу результат эксперимента, проведенного совместно с автором прошивки для SLS с Григорием, в ходе которого была весьма просто и быстро обновлена прошивка ZigBee модуля. Повторить это сможет каждый. Для записи я буду использовать замечательную программу ZigStar GW Multitool, которая предназначена для чтения, стирания и записи NVRAM оперативной памяти ZigBee контроллеров, а также записи прошивок в них. Я уже делал видео урок по ней, ссылка в описании, где показал, как при помощи ее работать с USB ZigBee стиками. Аналогично им, только без необходимости зажимать кнопку BSL и подключать к компьютеру, прошиваются и сетевые ZigBee координаторы ZigStar. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы через эту программу обновить прошивку и SLS шлюза. Но вначале сам шлюз необходимо подготовить при помощи специальной прошивки, которая переводит его в режим моста по сути сетевого ZigBee стика. Ссылку на нее, а также на все ресурсы упоминаемые в уроке, вы найдете в описании. Шлюз, который участвовал в эксперименте, имеет прошивку ZigBee модуля от 19 марта 2021 года. Для работы с некоторыми устройствами, в частности серии Acara E1, ее нужно обновить. Стандартным способом, через веб-интерфейс, заливаем на шлюз прошивку моста, ссылку на нее вы найдете в описании. Это занимает некоторое время. Вот так выглядит интерфейс SLS в бридж режиме. Мой шлюз построен на базе модуля E72 от eByte, в котором используется чип CC2652P. От этого зависит, какую прошивку нужно искать. Часто используются шлюзы на модуле CC2538, методика точно такая же. Для моего модуля, мне нужна прошивка из репозитория автора ZigBee to MQTT. Версия Other Coordinator. Качаю, а затем распаковываю файл прошивки. Для шлюзов на CC2538, самая новая прошивка находится в репозитории JetHome, она тоже умеет работать с устройствами Acara E1. Версия UART. Теперь пришла очередь Zickstar GV Multitool. В строке указываем IP адрес SLS шлюза и порт 8.8.8.1. Сейчас мы считаем и сохраним в файл содержимое оперативной памяти ZigBee модуля. Это нужно чтобы максимально возможно, снизить риск того, что нам придется заново перепривязывать все устройства. На этом этапе, никаких дополнительных действий с самим шлюзом предпринимать не надо, не считая прошивки в режим моста. Ждем завершения процесса, он может занять пару минут. В отличие от Zickstar LAN, где ничего делать не надо, в SLS как и в USB стиках для возможности прошивки, нужно отключить его от питания, снять крышку корпуса и найти кнопку BSL. На этом фото, она крайняя справа, с надписью flash Z. Сначала готовимся, выбираем ранее сохраненный файл прошивки. Отмечаем три опции, стереть, записать и верифицировать. Теперь на выключенном шлюзе, зажимаем кнопку BSL и подключаем к нему питание. Нужно некоторое время чтобы он загрузился, кнопку держим. Пробуем. Пока рано, шлюз еще не запустился. Пробуем еще раз. Пошла запись, кнопку отпускаем и наблюдаем. Важно чтобы запись нормально прошла все 100% и завершилась. Если что-то пойдет не так, например из-за сбоя Wi-Fi с какого-то момента она прыгнет сразу в 100%, не страшно. Процесс нужно повторить и залить прошивку полностью. Если все прошло успешно, мы увидим такую надпись. Теперь нужно вернуть содержимое оперативной памяти. Указываем путь к ранее сохраненному файлу и пишем. Скажу из практического опыта, днем ранее, я подобным образом по сети обновлял координатор Zickstart, там все тоже, только не нужно кнопки зажимать. Он управлял сетью из двух десятков устройств. Я попробовал его сразу после обновления прошивки, все устройства оказались оффлайн и не управлялись. После того как я вернул содержимое NVRAM, все сразу же заработало. В любом случае это максимум, что вы можете сделать для того, чтобы не пришлось переподключать все ваши Zigbee девайсы. Теперь возвращаем стандартную прошивку SLS шлюза. Напомню, что официальные релизы выходят в телеграмм канале проекта, ссылку вы найдете в описании. На дату моей версии не смотрите, у меня в работе постоянно находятся промежуточные версии для тестирования новых устройств. Такая уже у меня работа. Все прошло удачно. Версия прошивки Zigbee модуля от 14 ноября 2021 года. Шлюз готов к тестам новых устройств, обзоры которых вы обязательно скоро увидите на моем канале. Как видите, ничего сложного в обновлении прошивки Zigbee модуля SLS шлюза нет. Не нужно ни специальных инструментов, ни знаний. Все что вам нужно находится в открытом доступе, ссылки в описании под видео. Также хочу вновь поблагодарить автора прошивок для SLS шлюза Григория за его вклад в развитие технологий умного дома. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще телеграмм канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok